МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями Иркутска и области я и мои коллеги познакомим вас в ближайшее время. В эфире новости по будням. Смотрите сегодня выпуски. В Иркутском районе закрыта гостиница Пекин. Это уже 22-й объект с массовым пребыванием людей в регионе, не соответствующий правилам пожарной безопасности. Сегодня расскажем о самых вопиющих нарушениях, обнаруженных специалистами. Не обязательно быть специалистом, чтобы выявлять нарушения правил дорожного движения на улицах Иркутска. Сегодня наша команда борцов с автохамами провела рейд на главной магистрали областного центра. Наша область не должна отставать от всей страны. В ближайшие годы важно обеспечить всех нуждающихся детей местами в яслях. Как решают эту задачу, Алена Плавенко выяснила на примере Иркутска. По дорогам Иркутской области передвигается особенный путешественник в качестве транспортного средства. Он выбрал самодельный дом на колесах. Остальные подробности ждут вас в финале выпуска. И теперь о темах выпуска подробнее. Череду закрытий торговых центров Иркутской области продолжил новый объект, на этот раз гостиница. Причина до боли знакома – несоблюдение правил пожарной безопасности. По этому поводу в региональном МЧС провели публичное обсуждение минувших проверок. Обо всем по порядку в первом материале выпуска. Пустые парковочные места перед гостиницей «Пекин» в Иркутском районе наблюдаются нечасто. Сегодня они есть, потому что отель закрыт. Гости расселены. Это решение районного суда. Он признал здание несоответствующим нормам пожарной безопасности. Собственник подчинился закону не сразу. Шишуньжень является полным собственником здания. И сдает часть территории уже юридическому лицу. Вот этому центру отдыха «Пекин». Ну, в принципе, центр отдыха «Пекин» без проблем услышали, поняли. И предприняли все необходимые меры для исполнения решения суда. Но, к сожалению, с Шишуньженем возникли некоторые проблемы, в связи с чем в отношении данного лица будет составлено постановление по делу административного правонарушения. Нарушения в Пекине – лишь дополнение к солидному списку фактов пожарной небезопасности в регионе. Таких с начала года только сотрудники МЧС зафиксировали 1210. От отсутствия огнетушителей до незаконной реконструкции зданий. Последнее чаще встречается в торгово-развлекательных центрах. Там же были странные мелочи. Например, замотанные в полиэтилен извещатели пожарных сигнализаций. Их берегли во время ремонта. Или отключенный звук сирены, чтобы не мешал во время ложных сработок. В итоге 9 объектов через суд закрыли. Еще 12 были ограничены в работе до устранения причин. Сроки открытия никто не называет. Все зависит от расторопности собственников. Выносится предписание, ставятся сроки. Эти сроки начинаются контролироваться. И уже по данным срокам будем дальше проводить проверки уже по ним. Если предписания наши выполняться не будут, значит мы будем готовить документы в прокуратуру. Именно на приостановку объекта, на проведение обеспечительных каких-то мер. Обеспечить пожарную безопасность не так-то просто. Некоторым предпринимателям навязывают свои услуги сомнительные фирмы. Они возят с собой все, что нужно для прохождения противопожарной проверки. А потом исчезают. Организовывать общественные обсуждения проблем в региональном МЧС теперь намерены ежеквартально. Возможно, такая форма работы позволит быстрее привести в порядок места массового пребывания людей, чтобы население смогло чувствовать себя в безопасности. Влад Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Небезопасная скорость могла стать причиной гибели двух человек в результате аварии на Качукском тракте. ДТП произошло поздно вечером. Недалеко от села Хомутово столкнулись КамАЗ и Иномарка. Удар был не лобовым. Обе машины находились на одной и той же полосе движения. Причем, по предварительным выводам сотрудников ГИБДД, грузовик и вовсе не двигался. Это обстоятельство подтверждает и водитель КамАЗа. Почему человек за рулем японского микроавтобуса не заметил препятствия, еще предстоит выяснить. К слову, освещения на этом участке тракта нет. В настоящее время полицейские ищут свидетелей аварии и записей видеорегистраторов. Они помогут установить степень вины участников ДТП. Но жизни двух людей это уже не вернет. На месте ДТП скончался водитель автомобиля Хонда Степ вагон 1984 года рождения. И трое пассажиров были госпитализированы в медицинское учреждение. Впоследствии один из них скончался. По данному факту сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка. После проведения всех необходимых экспертиз будет устанавливаться степень виновности. Крупные аварии могут произойти не только на загородных трассах, но и в центре оживленных городов. Ведь количество машин на магистралях неизбежно влияет на число нарушений правил дорожного движения. Статистические исследования данного вопроса в рамках рубрики «АвтоХам» представим вам прямо сейчас. Больше трафик, больше нарушений. Сегодня наша доблестная команда по поимке автохамов попытается выяснить, действительно ли на улицах с более плотным движением люди чаще пренебрегают правилами дорожного движения. Проверять мы все это будем на одной из главных магистралей областного центра улицы Ленина. Центральная магистраль Иркутска встречает нас с коллективным нарушением. Здесь это вполне распространенное явление. Перекресток улиц Ленина и Свердлова. Многие пешеходы привыкли миновать как угодно. Несмотря на то, что длительность зеленой фазы светофора здесь достаточная, автомобилисты тоже не всегда укладываются в отведенное время. Вряд ли это можно назвать завершением маневра. Десять нарушений за десять минут. Кажется, это слишком много даже для улицы Ленина. Но двигаемся дальше. Разыскивая автохамов, всегда невольно обращаешь внимание на общественный транспорт. Именно с автобусами связан целый ассортимент нарушений. А что с парковками? Эта проблема для центра города актуальна всегда. Но сегодня на улице Ленина довольно тихо. Тем поразительней, что при наличии свободных мест всегда найдется тот, кто встанет под знак. А вот на манере вождения автохамов даже отсутствие пробок никак не сказывается. Подрезать соседа по потоку на Ленина милое дело. Про поворотники вообще лучше промолчим. Незаметно подходим к концу магистрали. Где-то здесь наверняка нас ждет главное нарушение. Да, вот оно. Этот пешеходный переход больше напоминает русскую рулетку. Скорости и маневры такие, что даже зеленый сигнал светофора не дает гарантии безопасности. Ровно час нам потребовался на то, чтобы полностью обойти улицу Ленина. И за этот отрезок времени мы десятки раз фиксировали несоблюдение правил дорожного движения. Как от автомобилистов, так и от пешеходов. Так что теорию про больше трафика, больше нарушений можно считать подтвержденной. Но это не значит, что она должна быть данностью. Павел Желудев, Владимир Пинаев. Новости по будням. Еще несколько самых вопиющих проявлений хамства на дорогах Иркутска и всего региона покажем вам прямо сейчас в нашей традиционной видеоподборке. Поспешишь в подборку, нарушений попадешь. Водитель этого такси не догадывается, что его маневры на одном из перекрестков Иркутска фиксирует камера. Как вам такой поворот налево со встречной полосы? Не понравился он и соседям по потоку, которые так и не пропустили автохама. Порой вечно опаздывающие автомобилисты готовы пожертвовать своим авто, лишь бы выиграть время. Обладатель серого джипа так спешил, что даже после того, как притерся к припаркованному грузовичку, продолжил движение. И это несмотря на то, что он потерял боковое зеркало. Водители иркутских автобусов вообще, похоже, самые спешащие люди на свете. Вот отличный пример. Объехать пробку автохам решается прямо по обочине. Остается лишь гадать, как пассажиры восприняли такую дерзость своего рулевого. Если и вы стали свидетелями хамства на дорогах Иркутской области, присылайте нам свои видео. По-хамски обослышались злоумышленники с машиной в одном из дворов Иркутска. Они полностью лишили транспортное средство возможности сдвинуться с места. Несколько снимков прямо сейчас в рамках рубрики «Народный корреспондент». Все как в грустном стишке. Уронили мешку на пол, оторвали мешки лапу. Только здесь не одну, а все четыре. Подставленные кирпичи, разумеется, не спасли машину от падения. Так что хозяину придется разориться не только на комплект колес, но и на ремонт. И ведь казалось, что подобные кражи уже давно ушли в прошлое. Но нет, остается лишь надеяться, что все-таки это единичный случай, а не возвращение к криминальной тенденции. Если вы стали свидетелем подобного, звоните в рубрику «Народный корреспондент». Она для наблюдательных и неравнодушных к происходящему вокруг. Кого можно назвать, кого назвать равнодушным язык не повернется, так это больничных клоунов. Они навещают детей, вынужденных находиться в стенах медучреждения. Поднимают детям настроение и предупреждают о возможных опасностях. Доктор Склянка и доктор Няшка заглянули в отделение травматологии Ивана Матрюнинской больницы. Здесь проходит лечение более 20 детей. Благодаря клоунам они смогли узнать, какую угрозу несут открытые окна. Напомнили об этом и родителям. Ведь именно из-за недосмотра со стороны взрослых в регионе регулярно происходят детские ЧП. Чтобы как можно больше мам и пам задумались в своем поведении, общественники организовали проект детства без опасности. Одна из его составляющих флешмоб в соцсетях. В нем могут принять участие все желающие. Привлекать внимание к проблеме будут и другими способами. У нас пройдет флешмоб в субботу в 13.30. Приглашаем всех к памятнику Гагарина на набережной Ангары. Не забудьте взять зонтики, потому что это тоже будет часть флешмоба. Мы очень надеемся, что наш проект детства и безопасности поддержат все взрослые. Потому что, по-моему, смерть ребенка – это самая большая трагедия, которая может произойти в жизни любого человека. Поэтому только в наших силах это предотвратить. Предотвратить только с начала года не удалось 10 падений детей из окон. Один мальчик погиб. И чем выше температура на улице, и чем чаще будут приходить известия о подобных трагедиях. Это доказала прошлая неделя. Всего за два дня два ЧП, в которых фигурируют окна. В Ангарске трехлетняя девочка, которую мать оставила у знакомых, выпала с четвертого этажа. Пока взрослые были в комнате, она прошла на кухню, где и разыгралась трагедия. В Иркутске пострадал 11-месячный ребенок. Его мать оставила трех своих детей дома и ушла. Как удалось установить, скорее всего, старшая сестра не смогла удержать малыша, когда общалась с друзьями, стоящими под окнами. Сотрудники полиции, детально анализируя причины подобных трагических инцидентов, не могут не обращать внимания граждан на то, что в большинстве случаев подобных трагедий, конечно же, можно было избежать, только лишь создав препятствие и исключив возможность легкого доступа к оконным проемам малолетних детей. Значительную угрозу также предоставляет москитная сетка. Скорее, не сама москитная сетка, а предубеждение родителей и несовершеннолетних в том, что она может удержать вес ребенка. Чтобы дети были в безопасности, нужно их чем-то занять. Например, отправить летом в лагерь. В Иркутской области начались проверки учреждений, которые будут задействованы в детской оздоровительной компании. Уже есть и первые замечания, причем самые разнообразные, начиная от проблем с пожарной безопасностью, заканчивая несоответствием некоторым санитарным нормам. До их устранения лагерям не будет выдано разрешение на работу. И это самый неудачный вариант развития событий, ведь летнего отдыха ожидают более 54 тысяч детей. Именно такое количество маленьких жителей Иркутской области в этом году отправится в оздоровительные лагеря. Безопасность ребятишек будут обеспечивать несколько сотен специалистов. Все они уже прошли необходимые медицинские осмотры, готовы приступить к выполнению обязанностей. За летом обязательно придет осень. Ее сейчас с нетерпением ждут более 14 тысяч маленьких иркутян и их родителей. Все они стоят в очереди на получение места в детском саду. О новшествах дошкольного образования расскажем прямо сейчас. Даже занятия физкультурой у этих малышей проходят в форме игры. Программу специально подготовили для их возраста. Те, кто сейчас активно отзываются на просьбы работников садика, только в сентябре 2017-го переступили его порог, когда в этом дошкольном учреждении впервые стали принимать ребят с полутора лет. Сейчас в группе 25 малышей, но могло бы быть и 29, если бы нашли желающие. Для новобранцев, многие из которых даже говорить толком не умели, пришлось кое-что изменить. Помещение это было у нас, по той причине, что здесь каждый год мы принимали детей с двух лет. Единственное, что мы поменяли мебель. Мебель вот такая маленькая, столы, стульчики, но они все регулируются, потому что потихонечку дети растут. Посуду мы такую, как для маленьких ребят купили, игрушки. Перемены большие и маленькие ждут все дошкольное образование. Президент страны поручил сделать так, чтобы к 2021 году абсолютно все желающие могли устроить своего ребенка в ясли. Пока сделать это проблематично. В Иркутске на сегодняшний день актуальная очередь в садике. 14 тысяч человек. Это дети до 7 лет, родители которых хотели бы отдать их дошкольное учреждение уже 1 сентября 2018-го. Есть иркутские родители, которые в силу разных обстоятельств, в основном это необходимость выйти на работу, не могут проводить со своим малышом время на площадке, а вынуждены отдать его в садик еще до наступления года. И стоит отметить, что такой опыт в областном центре есть. В садике на станции Батарейная там уже давно принимали детей с 10 месяцев. Расширять возрастные границы придется многим детским садам. Если раньше там брали только двухлеток, теперь должны будут принимать и годовалых малышей. При этом в Иркутске ситуация не самая плачевная. Сейчас более 70% дошкольных учреждений города имеют так называемые группы для детей раннего возраста. Упор также делают на садики, которые только строят. В новых дошкольных учреждениях, которые будут вводиться после строительства новых зданий, капитального ремонта, пристроив, будут открываться такие группы для детей от года до двух. Работа ведется с педагогическим колледжем по привлечению выпускников, с педагогическим институтом. Они приходили всегда, но увеличение количества людей, оно вот за последние два года. Если желание выпускников работать не пройдет, а строительство объектов будет идти по графику, в Иркутске надеются полностью решить проблему в обозначенной президентом сроке. И, возможно, нас ждет поколение детей, которые никогда не стояли в очередях, даже за место в садике. Алена Полоненко, Виктор Черкашин. Новости по будням. Важно обеспечить местами не только малышей, но и детей постарше. И над этим сейчас работают. В текущем году дошкольные учреждения областного центра смогут принять дополнительно 600 детей. Добиться этого удалось благодаря строительству новых садиков и капитальному ремонту уже существующих. Как продвигаются работы на объектах, проверил мэр Иркутска. На подходах к учреждению на Байкальской сейчас благоустраивают территорию, прилегающую к новому саду. Внутри самого здания, рассчитанного на 110 мест, уже завершены работы. В этом году в городе начнут строительство и продолжат возведение еще пяти дошкольных учреждений. Что же касается капитального ремонта, он подходит к концу в двух садах в Свердловском округе. Мы вышли на этап завершающий. Уже все материалы закуплены у подрядчика. Людей достаточно. Сейчас уже самое главное, темпы работы не снижать. Погода благоприятствует. Так что, я думаю, все у нас должно идти по плану. Тому, который мы сейчас наметили. Узнали, сколько снежных барсов обитает у нас в стране. И в частности на хребте Восточной Саяны. Сотрудники Всемирного фонда дикой природы опубликовали результаты своих исследований. На данный момент численность животных стабильна. Ежегодно в объектив фото ловушек попадает более 60 снежных барсов. Ну, а о других интересных новостях расскажет Юлия Горзова. Всем здравствуйте. Мир вокруг нас наполнен разнообразными звуками. Но порой мы их не замечаем. Однако они сопровождают нас повсюду. Дома, на работе, на улице, на отдыхе. Сегодня как раз поговорим о звуках. У Байкальска появится официальный гимн. На сегодняшний день его роль исполняет песня «Байкал, Байкал, волну изумрудной». Композиции уже около 20 лет. Однако пока она все еще не согласована на высшем уровне. Сначала гимн должна одобрить местная дума, потом геральдический совет при президенте. Возможно, осенью процесс завершится и Байкальск получит официальный гимн. Получат заряд позитива иркутяне 27 мая. Именно тогда состоится уже традиционный праздник, главными звуками которого станут вот эти. Любимый и невероятно воздушный день мыльных пузырей проведут в 11-й раз. Как всегда, гостей ждут на площади у памятника Александру Третьему. В этом году организаторы приготовили огромное количество конкурсов и сюрпризов, среди которых яркие музыканты и артисты, которые станут зажигалками этого дня. Стал главным открытием года, без сомнения, Крымский мост. Накануне состоялась торжественная презентация. Теперь строительный шум сменится шелестом автобусных и автомобильных шин по асфальту, а потом и постукиванием колес по рельсам. А еще, проезжая по мосту, туристы смогут слышать главный хит стройки. Вот этот. Заливаем. А все потому, что строители объекта создали памятку с десятком советов для тех, кто поедет в Крым по мосту. И среди них есть как раз пункт насчет этой песни. А теперь перенесемся в далекое Сан-Диего. Там местные жители и туристы не только наслаждаются шумом волн, но и любуются ими. Ведь прибрежные воды стали неоново-голубыми. Творцы этой красоты водоросли ночесветки. Численность билиуминесцентного фитопланктона возросла настолько, что волны засветились. Выглядят ну просто фантастически. Пусть в вашей жизни будет побольше фантастических событий. До встречи. Не фантастические, но оттого не менее серьезные испытания приходится преодолевать тем, кто участвует в конкурсах красоты. Причем их количество и форматы с каждым годом становятся все разнообразнее. Например, в Иркутске выбрали самую красивую маму и жену. Конкурс «Миссис Иркутск» в областном центре проходит каждый год. И количество желающих поучаствовать в нем постоянно растет. В этот раз шанс побороться за корону получили 20 девушек. Но досталось украшение и почетный статус лишь одной. Алене Чукавиной, по словам обладательницы титула, выйти на сцену и показать себя ее уговорил муж. А трехнедельную подготовку к конкурсу изменила привычный уклад их в семейной жизни. О том, как проходил конкурс и каково это, называться «Миссис Иркутск», Алена рассказала сегодня слушателям авторадио Иркутск. Есть такая какая-то большая ответственность теперь. То есть так проговорила с сыном, что Леша, вот надо теперь там хорошо себя вести. Мама теперь, ну вот, имеет такой статус. Поэтому, конечно, ответственность это колоссальная. И мне очень приятно, что, ну, теперь вот так. И целый год я буду «Миссис нашего города» и буду представлять его на федеральном конкурсе. Ему не нужны ни конкурсы, ни звания, ни популярность. О путешественнике, который не зависит от цен на бензин, расскажем через одну минуту спортивных новостей. Танцы иркутских улиц увидят жители всей земли. Команда из областного центра получила право выступления на чемпионате мира. Соревнования состоятся в Нидерландах. Пробиться на турнир лучших из лучших удалось благодаря успеху на чемпионате Европы. Иркутяне попали в финал и заняли пятое место. Наставник баскетбольного клуба Иркут получил всероссийское признание. Александр Лукин был приглашен в тренерский штаб сборной России. Роль главного тренера иркутской команды он выполняет чуть менее года. Под руководством Александра в минувшем сезоне оранжево-черные добрались до финала четырех Кубка России по баскетболу. Фестиваль «Открытая вода-2018» состоится 26 мая. На площади перед ледоколом «Ангара» пройдет сразу несколько соревнований. Во-первых, гонки на моторных лодках. Во-вторых, состязания по скоростной рубке дров. Ну и самое главное, за звание лучшего сразятся таежные повара. Каши из топора не обещают, а вот необычная уха в меню наверняка будет. Павел Жолдев, Евгений Шоев. Новости по будням. Уха, пожалуй, главное блюдо пенсионера из поселка Жигалово. Уже больше года мужчина путешествует по Иркутской области в качестве транспортного средства «Самодельный дом на колесах». О необычном любителе приключений и о его быте расскажем прямо сейчас. Дом на колесах – это не всегда дорого. Ведь собрать конструкцию можно и самому. Было бы желание. У пенсионера из Жигалово Германа Мишина его хоть отбавляй. Несколько лет назад он начал создавать мечту. Две зимы, девять кубов пенопласта, восемь листов поликарбоната, пять листов фанеры. Все. В путешествие мужчина отправился 1 мая прошлого года. Позади 379 дней пути. За сутки удается проехать около трех километров. О сибирском пилигриме стало известно только в Братске, где с пенсионером встретились местные журналисты. Именно они и опробовали самодельную конструкцию. Она приводится в движение педалями. Здесь есть руль, тормоз и даже зеркало заднего вида. Ну что ж, поехали. Первые впечатления. По прямой дороге ехать довольно-таки просто. Хотя без определенной физической подготовки с этим транспортом не справиться. Всю сложность путешествия начинаешь осознавать, когда впереди у тебя подъем. Здесь он небольшой, но усилий уже нужно прилагать гораздо больше. К тому же требуется определенная сноровка, чтобы научиться координировать движение рук и ног. Быт путешественника неприхотлив. Да и много ли нужно пенсионеру? Примус для приготовления еды, печка-буржуйка и рыбацкие снасти. Перезимовал Герман Мишин прямо на льду Братского водохранилища. Туда он добрался еще по воде. Дом имеет винт и парус. Определенного маршрута нет. И в ближайшее время вряд ли появится. Он менялся много раз. Это и от меня зависело. Выехал-то я так же, как бы не знаю куда. Но так получилось, что в Братске. В Братске путешественник проведет несколько недель. Хочет отдохнуть. Что будет дальше, Герман Мишин не загадывает. Поедет на север, юг, запад или восток. Ведь движение – это жизнь. И ему, человеку, перенесшему четыре инфаркта, это известно, как никому другому. Евгений Шоев, новости по будням. Ну а я желаю всем нашим телезрителям найти себя и так же, как герой предыдущего материала, заниматься своим любимым делом. После небольшой рекламы эфир РЕН-ТВ продолжат наши федеральные коллеги. Хорошего вечера. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова